И всем привет, ребят, с моим Стройбанки. Сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня мы находимся в нашем специальном аккаунте. Я впервые за долгое время выбил новое устройство, которое появляется у нас на ивентах. Потому что раньше у меня как-то это не получалось делать, как-то они не падали с ультракантов. Но сегодня я даже начинаю видеоролик с того самого момента, как я это устройство наконец-таки выбил. Сегодня у нас будет тест снарядов шума. И выбил я его за 300 с небольшим контейнером. За это время мне упало целых 2 красных свечения. Я, если честно, пока открывал контейнер и думал о том, что что-то очень плохой шанс выпадения нормальных свечений. Я имею ввиду, что и красных было супермало, да. И в целом как-то не получалось выбить того, чего я хотел. Но потом туда-сюда бомбэмчик и мне красивенько упал тот самый гром, который я хотел выпить. Так что давайте быстренько оденем какую-нибудь краску на Викинга грома с Легаси. Желательно, конечно, чтобы это была какая-нибудь старая красочка. И давайте это будет сегодня краска искра. Только где она находится, чтобы я знал. Может быть она в синем свечении находится. То есть какую-нибудь такую красочку мне бы хотелось одеть, которая... О, вот она. Которая под этот Викинга гром смотрится супер красиво и по-старому. По режиму я думаю, что в принципе нам без разницы, что сегодня играть. Наша главная задача... А, блин, что мне краски не оделась? Наша главная задача... Это, конечно же, посмотреть, насколько жестко работает этот гром. Актуален ли он будет в матчмейкинге и стоит ли его вообще в принципе выбивать. Потому что сейчас у нас на гром есть очень большое количество хороших устройств. Это и гром на дальность. Это и теперь уже гром со сплэшом, который будет у всех в гараже через пару дней за танкофонд. Ну и есть ли смысл в этом устройстве? Насколько оно актуальное? Насколько оно жесткое, не жесткое? Прямо сейчас мы вместе с вами постараемся все это посмотреть. Единственное только то, что я хотел бы... А, все, по звуку у меня все четко. Я просто думал, что у меня звук не включен. Оказывается, звук включен. Так, ну давайте смотреть. Каждым выстрелом наносится подавление. И даже сплэшом наносится подавление. Хорошо, это очень неплохой буст. Это, ну, грубо говоря, наверное, вечное подавление противника. И при этом это подавление работает на протяжении трех секунд. То есть вы полноценно можете дальше, каждым выстрелом, если будете кидать по противнику, наносить ему подавление. И плюс это подава еще сплэшом. То есть это отключение всех дронов, которые могут быть неприятные на противнике. И в целом это полноценный урон, который наносит гром, да. То есть здесь у нас с уроном вообще ничего не пофикшено. У нас все такой же самый урон. И такой же самый, я так понимаю, критический урон. Хотя я критов пока что не вижу. Может быть здесь критов нету. У нас криты теперь вылетают. А, нет, криты есть. Все четко, значит. И криты есть, и урон есть. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Давайте посмотрим, сколько вообще закатка на таком грани мы сможем сделать киллов. И насколько это будет актуально с точки зрения этого матчмейкингового боя. 1-0 мы уже ведем. Александровск. Наверное, неплохая карта для реализации такого вооружения. Ну и плюс мы можем здесь спокойно контролировать хорошие позиции. Так, шафт лечит своего шафта. Гениально. С плэшом даже на таком неплохом расстоянии наносится у нас дополнительный подавлический нагибаторский урон. Так что это неплохо. Так, падает овердрайв. Забирает его викинга наша смока. Новые трупы тут тоже, конечно, иногда чуть-чуть мешают. Но, в целом, наверное, все нормально. Аптечка прожимает вас и не может просто прожать свою бомбу. Хотя, я думаю, что он очень сильно хотел это сделать. Но, к счастью для нас, у него такой возможности не было. Так, 8 киллов у меня уже есть. Это больше, наверное, я думаю, что устройство саппорта. То есть, с таким устройством вы будете очень неплохо помогать своим тиммейтам. И, соответственно, будете постоянно сбивать дроны, если это будет, например, локач, защитник, бустер. То есть, эти все дроны вы будете отключать. Единственное, наверное, что будет работать, это то, что не нерфится подавой и то, что не убирается. Это, например, тот дрон, который на мне сейчас одет. Это гиперион плюс брут. Ну и тот же кризис, да. То есть, если вы ему будете просто наносить подаву на 3 секунды, у него 3 секунды эти будут проходить и подава будет подать. То есть, вы только на 3 секунды будете отключать ему один параметр, который у него включен. Это броня, либо ДДшка, либо нитра. Но так, в целом, наверное, его особо сильно не удивишь. Но когда вы подаву наносите, конечно, на такое большое количество танков, это, конечно, очень круто. Очень круто. Я вот уверен, что вот сейчас я нанес там подаву и большое количество противников сразу получили отключение своего дрона. А это, конечно, не может не радовать, когда дрончик улетает. В чем вообще здесь игроки играют? Надо посмотреть. Как-то особо в осаде не видно. Но, наверное, больше в регби и в CTF это будет актуальней, да. Потому что здесь, я так думаю, что по большей части в осаде сейчас у нас игроки играют не на таких уж имбалансных дронах, которые нужно отключать. Я вот сейчас, например, видел, что там один игрок как минимум играет на Гипперионе. Соответственно, моя подава по нему вообще ничего не дает. Да, и, ну вот, например, здесь бустер, да, хорошо. Бустера мы сразу отключаем, это круто. Да, но бустер и так не сильный. То есть я бы не сказал, что он сильный. И сказал бы, что от него очень много смысла в матчмейкинге на сегодняшний день. Но то, что мы его отключаем, это уже неплохо. Так, какие-то у нас лаги прям очень жесткие произошли. У нас в последнее время тоже тут есть уже проблемы опять с ДДОСом. Опять вернулся он. Хотя у нас говорили, что все починили и ДДОС больше нет. Но ДДОС у нас вернулся. Ну и подава, конечно, еще очень жесткая за счет того, что вы можете отключать возможность прожатия овердрайва противнику. Он будет вынужден прожимать аптеку. А если вы еще на этом грамме будете дальше добавлять очень быстро этот выстрел, да, то у вас будет возможность еще одного наноса подавления по противнику. Это, конечно, очень-очень сильная вещь, как по мне. Так, ну здесь меня, наверное, разбирают по ловкачу. Например, у мамонта ловкач тоже можно неплохо набревать. Ну и у нас остается 9 минут до конца боя. В принципе, наверное, мы сыграем полную катку. Вряд ли у нас получится здесь сделать досрочку в рамках таких команд и такого боя. Но мне так кажется. Конечно, может быть я не прав. Если я не прав, это, конечно, хорошо, если сейчас у нас будет какая-нибудь досрочка. Но исходя из этого боя, что я вижу, скорее всего мы здесь сыграем полный бой. Так, у меня 85%. Было бы неплохо сейчас овердрайв накопить и вжать, но уже прожимает наш тиммейт. Неплохой овердрайв. Так, и пробуем забирать точку. Было бы неплохо, наверное, даже через вверх может запушить сейчас. Риса там с прострелом хорошая. Давайте поедем сейчас через мост. Давайте поедем через мост и попытаемся через мост прожать овердрайв. Прожать овердрайв. Либо вот здесь прожать овердрайв. У нас точка опять слетела. 95%. Как-то очень долго копится у меня овердрайв на викинге. А если он копится настолько долго, значит, что я не наношу большого количества урона по противнику. Ну и правда. У нас всего лишь 400 очков. Больше устройства саппорта. То есть, это больше устройство, которое будет работать на команду, а не на вашу прибыль. То есть, ваша прибыль с этим устройством, скорее всего, будет не такая жесткая, не такая крутая. А вот что касаемо саппортинга и возможности помощи вашим тиммейтам. Она точно будет работать. И она будет актуальна. Больше, конечно, в режимах по типу CTF и RAG, где противники играют чаще всего на лобкачах. И вы будете просто отключать этот дрон и спокойно выжимать максимум из грома с подавлением. Ну а так, я думаю, что если судить с точки зрения нагиба и возможности набора очков, то что гром на дальность, который у нас в ультраконтейнерах есть на сегодняшний день, что гром, который выйдет через пару дней за танкофонд, да, который я уже тестировал гром со сплэшом, что один, что второй гром, будет себя показывать лучше по очкам. Очков вы будете набирать, ну, наверное, в раза два больше, может даже в три раза больше. Потому что там такие грома, которые прям урона очень, очень много урона наносят. А здесь, как бы, ну, стандартный урончик. Ничего такого удивительного, но зато подава. Очень вкусная подавочка. Так, 2400 неплохой урон залетает. И, кстати, у нас появляется шанс сделать досрочный бой в этом бою. Это очень хорошо. Если мы сейчас здесь сделаем досрочку, это будет великолепно. Так что давайте стараться. Давайте стараться реализовывать эту досрочку. Я надеюсь, что это может у нас здесь получиться. 6 минут до конца. Овердрайв сжимается. Так, и мы вкатываем в точку. Пробуем забрать пятую. И уже завершить каточку после шестой и седьмой. Так, главное, конечно, взять сейчас. Могут сейчас еще зацепить у нас противники за эту точку. Давай, давай, давай. Хорош, 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 хорош. Найс. Пятая есть. И главное, чтобы сейчас не правая снизу прокнула. Потому что если будет правая снизу, ее будет забрать крайне-крайне сложно. Либо на мосту, либо слева. Надо нам точку. Хорошо, слева неплохая. Слева под нашу команду на жеб скалнер хорошая точка. Пробуем ее забирать. Ой, какой магнум сильный мне сейчас залетел. 80% овердрайв у меня, кстати, уже имеется. Но вы видите, да? То есть, насколько долго у меня копится овер. Это значит, что я наношу крайне мало урона. Если бы я наносил большее количество урона, то у меня бы уже, наверное, 2. Может быть. Ну, наверное, 2, да. 2 еще оверки было бы дополнительных. А так у нас всего лишь 600 очков за 11 минут. Это мало. Это мало. 100% мало. Так, 90. Ну, давайте. Я хотя бы еще один овер бы реализовал. Уже было бы неплохо. Уже было бы неплохо. Нам надо просто пару танков хотя бы надамажить. Слить. И будет хорошо. Дополнительный урончик есть. Еще здесь у нас труп лежит. И меня здесь тоже сливает Викинг. 4 минутки до конца. 99% овердрайва у меня уже имеется. И давайте газовать, газовать, газовать. Сейчас у нас противник, по идее, должен кучковаться. Здесь где-нибудь в районе моста. Давайте выжимаем такой овер. Что получится у нас с него накидать. Ну, более-менее неплохо. Более-менее неплохо получилось. Пострелять по противничку. Это, конечно, не гром на дальность. Гром на дальность здесь бы мог нанести побольше урона. Но, в целом, неплохо. В целом, очень даже неплохо по домашке залетело. Так, пробуем слить Викинга вражеского. Получится его уничтожить или нет. Фик его знает. Ну, пробуем. Пробуем больше вкатывать. Реализует здесь арест свой овердрайв. Ну, и наши тиммейты тоже здесь задавливают. Хорошо. Окей. Так. У вас пика. Попаем. Он хоть и бомбочку вжал, но она не такая жесткая. Так, три минуты до конца. Ну, я надеюсь, надо срочку. Мы здесь сделали. Тогда будет все очень четко. Так, если обжимает овердрайв. И еще магнум добавляет мне с плэшом. И они забирают еще точку. Нифига себе, оказалась неудачная точка для нашей тима. То есть, два за три минуты до конца. Есть овердрайв на центре. И... Есть контактик. Хорошо, забираем его. Так, вас пику сразу отключаем ддшку его. Чтобы он сильно, много по мне урона не накидывал. Ну и... Было бы неплохо, наверное, сразу вжать оверку. Недолго думая. Недолго думая. Ну, еще вот видите, подава с плэшом наносится. Если бы подава с плэшом не наносилась, я думаю, что это устройство не было бы настолько интересное. Да, то есть, кажется, это статус-эффект подавления, он не такой жесткий. Но возможность отключения работы вашего дрона и возможности прожатия в этот тайминг вашего овердрайва, да. То есть, либо вы байтите противника на прожатие аптечки, либо он просто не может в какой-то период времени прожать овердрайв. Это очень хорошо работает. И в целом, ну, я бы, наверное, сказал, что это рабочий гром, который будет актуален в боях, в тяжелых боях, да. То есть, против групп, против фулл пачек, да. И вот в таких потняках этот гром можно будет реализовывать и использовать. Ну, а так, в целом, понятное дело, что гром со сплэшом жестче и гром на дальность, который с большого расстояния у нас наносит плюс 400% урона, он тоже будет сильнее. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства. Поддерживайте данный видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, и не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунтике мой личный тег, это тег.темп. Установите его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Всем пока.